Лазарь 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 Вопрос о телесности души в первый период загробной жизни. Душа и тело человека, хотя связаны в органическое единство, тем не менее представляют отдельные самостоятельные сущности. Смерть разделяет их друг от друга, после чего тело обращается в мировую материю, а душа продолжает жить самостоятельно. Отсюда можно было бы признать, не требующую дальнейших доказательств, мысль, что душа после смерти бестелесна. Тем не менее, еще в отеческой литературе мы встречаемся с мнением, что душа после смерти не только сохраняет форму земного тела, которым она была обличена, но имеет и некоторого рода телесность. Ссылка. Тертулиан замечает, что душа за гробом имеет образ того тела, которым была одета, та же Ериней против Ересей. Ориген решительно утверждал, что душа после смерти одевается некоторым телом, которое сохраняет до воскресения. Священное Писание не представляет никаких данных для принятия нематериальной телесности. Тем не менее, оно не утверждает и абсолютной духовности души. Уже на основании соображения разума мы должны признать, что абсолютным духом может быть только Бог. Все же прочие сотворенные духи представляют низшую степень духовности и стоят по своему существу ближе к материальному миру. Как мы должны представлять эту материальность и насколько она оправдывает учение о нематериальности, нематериальной телесности души, решение этого вопроса едва ли может быть удовлетворительным. Слова Иисуса Христа «Дух плоти и костей не имеет» говорят о теле, которым обличен человек во время земной жизни, но не могут быть приводимы против материальности или, вернее, против неабсолютной духовности души человека. Ученики сошли явление Иисуса Христа за призрак, который, как нереальность, не имеет никакой плоти. Но из невещественности призраков еще нельзя делать никаких выводов относительно абсолютной духовности души. Наконец, если ученики и приняли явившегося Христа за действительное явление Его Духа, то и при этом предположении, неосезаемость являющегося Духа, о которой говорит Господь, не может служить основанием отрицать относительную материальность души, потому что и в природе не всякого рода материя доступна осязанию и вообще чувствительному восприятию. Место пребывания душ умерших после сошествия Иисуса Христа в Аад После сошествия Иисуса Христа в Аад, Новый Завет определенно разрешает места пребывания душ умерших, праведников и грешников. Относительно первых мы слышим слова Господа в Его молитве к Богу Отцу, «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне». Эти и подобные им слова «Где я, там и слуга мой будет» имеют отношение ко всему загробному существованию праведников, обнимают собой не только жизнь по воскресенье, но и первый период загробной жизни, что, несомненно, свидетельствует сообетованием благоразумному разбойнику. «Ныне же будешь со мною в раю». Согласно с этим и апостол Павел рассматривает жизнь души по смерти тела, как пребывание со Христом, Филиппийцем 1.23. Но если Христос и души праведников находятся у Бога Отца, в Его небесных обителях, то мы не можем мыслить находящимися там же и души грешников, отринутых от блаженного единения со Христом. Пребывание в небесных обителях обещается только избранным. О грешниках же говорится, что они должны отойти от Спасителя. Матфея 7.23. Что они будут изгнаны из небесного царства. Что здесь, разумеется, не только лишение нравственного единения с Богом, но вместе и пространственное удаление от места блаженного пребывания праведников. Можно видеть из слов книги Деяний об удавившемся Иуде-предателе, что он пошел в свое место. Грешеское слово указывает не просто на принадлежность предмета кому-либо, но и на качественное соответствие предмета с свойствами лица, которому он принадлежит. И в данном случае дает право заключать, что души умерших пребывают до своего воскресения в таких пространствах, которые соответствуют их нравственному состоянию. Место пребывания душ грешников носит в Новом Завете наименование Ада. Это грешеское слово выражает понятие темноты, что совершенно соответствует ветхозаветнему представлению о Шиоле, как царстве тьмы. Место пребывания душ нечестивых называется в Новом Завете также преисподними местами земли и преисподнею. В основе метафорического значения употребляемого в Писании названия ада преисподними местами земли, находящимися где-то значительно ниже последней, может лежать общее всем народам представление находящегося над головой у человека неба сферой света, более чистой и совершенной, чем земля. Отсюда вполне естественно метафорическое представление хорошего и худого, совершенного, славного и уничиженного под образом высокого и низкого. Такого рода метафору, несомненно, представляют слова, самое наименование Бога Всевышним, уже метафора, указывающая не на высоту его жилища, так как Бог везде, а скорее на его бесконечные совершенства, сравнительно с человеком. Место пребывания душ праведников до всеобщего воскресения обычно усвояется наименование рая. В Новом Завете слово это встречается только два раза. В обетовании Господа, благоразумному разбойнику, ныне же будешь со мной в раю, и у апостола Павла, который был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. В других местах Писания местопребывание душ праведников называется Царством Небесным, Царством Божиим, Домом Отца Небесного, Горою Сионом, Градом Бога Живого, Иерусалимом Небесным, Иерусалимом Вышним, Небесами. Во всех этих местах ясна одна идея близости душ праведников к Богу, и только наименованиями Неба Небесный дается представление, что душ умерших праведников пребывают на небесах. ДОСТОВЕРНОСТЬ ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ Во все времена и у всех народов, наряду с верой в Божество, всегда существовала вера и в будущую загробную жизнь. Древние греки и римляне, персы и арабы, дикари Полинезии, Меланезии, Центральной и Южной Африки, американские Алиуты и прочее, все так или иначе верили и верят, что жизнь человека не кончается вместе с его смертью, а продолжается в той или другой форме и по ту сторону гроба. Эта всеобщность веры в существование загробного мира имеет глубоко знаменательное и поучительное значение. Она красноречиво говорит о том, что будущая жизнь действительно существует, так как вера в нее непосредственно заложена в самой природе человека, и есть существенный элемент религиозного сознания, то же, что всеобщее и составляет неотъемлемое необходимое достояние человека, вместе с тем всегда бывает и достоверно. Показания здравого разума также с несомненностью удостоверяют нас в том, что земным существованием не оканчивается бытие человека, и что кроме настоящей жизни есть жизнь будущая, загробная. Обратим внимание на видимую, внешнюю природу. В целом мире нельзя, говорит посевший знаменитый русский иерарх Филарет, найти никакого примера, никакого признака, никакого доказательства уничтожения, какой бы то ни было ничтожной вещи. Нет прошедшего, которое бы не приготовляло к будущему. Нет конца, который бы не вел к началу. Всякая особенная жизнь, когда сходит в свойственный ей гроб, оставляет в ней только прежнюю обветшавшую одежду телесности, а сама восходит в великую невидимую область жизни, чтобы снова явиться в новой, иногда лучшей и совершеннейшей одежде. Солнце заходит, чтобы взойти опять. Звезды утром умирают для земного зрителя, а вечером воскресают. Времена оканчиваются и начинаются. Умирающие звуки воскресают в отголосках, реки погребаются в море и воскресают в источниках. Целый мир земных прозябаний умирает осенью, а весной оживает. Умирает в земле семя, воскресает трава или дерево. Умирает пресмыкающаяся черь, воскресает крылатая бабочка. Жизнь птицы погребается в бездушном яйце, и опять из него воскресает. Если твари низших степеней разрушаются для воссоздания, умирают для новой жизни, человек ли, венец земли и зеркала неба, падает в гроб для того, чтобы только рассыпаться в прах, безнадежнее червя, хуже зерна горчицы. Другие доказательства действительного существования загробного мира Но для верующего человека гораздо важнее, нежели доказательства разума человеческого свидетельства священного писания о загробной жизни. Слово Божие, как истина, и есть, и должно быть источником всех наших познаний и в такой великой тайне, как будущая жизнь человека. В ветхозаветных священных книгах мы находим довольно ясное указание на то, что душа продолжает свое существование и по отделению ее от тела. И возвратится перси в землю, к чем и была, говорит Екклесиас, а дух возвратится к Богу, который дал его. Это учение о нашей жизни по смерти, которое люди первых времен так часто забывали, и поэтому проводили земную жизнь весьма грубым, гнусным и постыдным образом. Господь весьма часто возобновлял в Ветхом Завете посредством своих избранных людей, пророков, чтобы еврейский народ и все другие бывшие в связи или в отношениях с ним не теряли веры в жизнь будущую. Сам Сын Божий, которого Бог Отец благоволил послать на нашу землю, между прочим, для того, чтобы научить нас истине, многоразлично уверял нас в бессмертии нашей души и в будущей жизни, например, ясно говоря, грядет час, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышавшие оживут. Грядет час, в который все, находящиеся во гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творившее добро в воскресение жизни, а делавшее зло в воскресение осуждения. Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовеки. То же говорили святые апостолы. Святой апостол Павел писал к солунянам. Не хочу, чтобы вы скорбели, как и прочие не имеющие надежды, то есть язычники. На вере в жизнь будущую святые апостолы основывали в своих посланиях все свои увещания, угрозы, утешения и ободрения для тех, кому писали. Так убежденный в истине будущей жизни святой апостол Павел сказал о себе, «Мне же, для Меня жизнь Христос и смерть приобретения. Имею желание разрешиться и быть со Христом». Исходным пунктом своего учения о загробной жизни святые апостолы брали величайшие из всемирноисторических фактов — воскресение из мертвых Христа Спасителя. Это чудо из чудес составляет основу всего христианства, стоящего и падающего вместе с Ним. На Нем же основываются все наши надежды на вечную жизнь после всеобщего воскресения и истребления последнего врага нашего — смерти. «Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, говорит апостол Павел в постании к Коринфянам, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». При этом мы оказались бы уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение из мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Как мы носили образ перстного Адама, так будем носить и образ Небесного Христа. Воскресение Иисуса Христа есть не только предмет нашей живейшей веры, оно есть вместе с тем достовернейшее, удовлетворительнейшим образом засвидетельствовано историческое событие. «Как Христос воистину воскрес, говорит тоже знаменитый первый святитель московский Филарет, так воистину воскреснем и мы». Христианство есть религия воскресшего, умертвившего смерть. В настоящей смерти есть только неизбежный переход к бессмертию. «Что ты сеешь, не оживет, если не умрет». В этих словах великого апостола заключается прекрасная, полная глубокого смысла аналогия бессмертия человека, взятая из естественной жизни. Посеянные зерна, сгнивая в земле, сохраняют нетленным свой росток зародыш будущего растения, совершенно сходного с тем, которое произвело его. Здесь непростая передача жизни от одного растения другому, но полное сохранение зародышем своей жизни и проявление ее в новой форме. Зерно – это человек в нынешнем его состоянии, существо единичное, особое, отличающееся известными качествами, имеющее свою личную жизнь. Но вот это существо умирает, идет в землю, сеется, как зерно. Погибает ли оно бесследно, сгнившись, разложившись на составные части? Нет. Как зерно явится прекрасным растением, которое не отлично отброшено в землю зерна, но есть то самое зерно, которое сгнило в земле, так и человек, истлевший в земле, превратится в прекрасное существо с новым и духовным телом, но не отличное от того человека, который умрет. Оно будет тот же самый человек, только ставший нетленным. Наконец, есть и опытное доказательство действительности существования загробного мира и явления душ умерших людей. Эти примеры в достаточной степени должны быть известны читателям. Мысли о бессмертии души и будущем воскресении мертвых Протеерия Диченко Уроки и примеры христианской надежи Страница 629 Глава 6 Загробная участь праведников Особенное откровение Божие о вечном блаженстве праведников Святые Божие любили размышлять о блаженстве праведников, а некоторые из них и удостоились особенных откровений о райской жизни. И так мы, для подкрепления духа, шествующих путем скорбным и узким в рай, извлечем из житий их Божие откровения о Царстве Небесном. Кто же между святыми, живя на земле, Ближе всех находился к вечному блаженству, как не Божья Матерь. И вот, когда она, умирая, прощалась с каждым из святых апостолов, которые чудесным образом собрались на погребение ее, когда, значит, имела уже лицом к лицу блаженную вечность, уготованную праведником, в самых трогательных словах выразила апостолам, что желает им вечного блаженства, а о себе самой произнесла «Помяни меня, Господи, в бесконечном Царстве Твоем». Взирая на пресветлое лицо дражайшего сына своего и Господа, явившегося во славе, приять душу матери своей, пресвятая Дева Богородица без всякого телесного страдания, как бы засыпая, предала в руки его, причистуя свою душу. Лицо Богоматери, освященное добротой Божества, сияло славой Божественного Девства, а от тела развивалось дивное благоухание. В день погребения вечером святые апостолы были удивлены явлениями Царицы Небесной, которые изрели стоящие на воздухе, окруженные ангельскими силами и сияющие неизреченную славою. Она сказала им «Радуйтесь! Я с вами есмь во вся дни!» Это явление так отра обрадовало святых апостолов и бывших с ними, что они все воскликнули «Пресвятая Богородица, помогай нам!» После этого не оставалось никакого сомнения, что в гроб Пресвятой Девы сделался лестницей к небеси. Преподобный Марк, подвижен 4-го начала 5-го века, говорит о двух откровениях одному святому, которые без сомнения предизображали вечную участь праведников. В первый раз святой видел, что к нему были принесены во время его молитвы три хлеба. Чем более он вкушал эти хлеба, тем более они увеличивались. Не признаменование ли это неистащимых наслаждений на том свете, которых удостоятся праведники? В другой раз святой везет самому себя в светлом одеянии, по примеру, одежд Иисуса Христа на фаборе, и ужаснулся от радости. Преподобный Ефрем, размышляя о суете нынешней жизни, однажды душевным взором своим узрел, усмотрел Господа, сидящего в славе небесной, и Господь сказал ей о душе, «Для чего эта душа возгнушалась небесным своим чертогом? Блазин, какие я уготовал тебе!» По свидетельству Григория Низского, самого же, самого продолжительного по времени, следовательно, самого отчетливого видения блаженной участи в том свете праведников удостоился святой Андрей Христа ради Еродины, тот самый, который видел в храме Влахернское покров Божией Матери, празднованный в церкови. Андрей жил в Константинополе в половине пятого века. Жизнь его, кстати сказать, описал самый близкий к нему человек, духовник его, священник Никифор. Жизнеописатель слышал об нем еще и то, чего сам лично не знал от другого, ближайшего к нему лица, Епифания, а это был ученик Андрея, видевший вместе с ним чудные откровения в храме, впоследствии же патриарх царь Града. Епифания в веночистве стал дочь под именем Палиевкта. Вот рассказ о том, что видел и слышал в своем восхищении в рай блаженный Андрей. «Что со мной было, говорит блаженный, не понимаю. По воле Божьей я пребывал в сладком видении две недели, так же, как бы всю ночь спал сладко, а утром встал. Я видел себя в раю весьма красивым и дивным и восхищаясь духом размышлял, что это значит. Мне известно, что мое обиталище в Константинополе. Но какой силой перенесен сюда, не знаю. Да и не понимал себя, с телом ли я был или вне тела. Богу-то известно. Но видел себя обреченным в пресветлые одежды, выткануя как бы из молнии, опоясанным ли царским поясом, и венец, сплетенный из чудо-прекрасного цвета, был сверху главы моей. Чрезмерно удивляясь неизглаголанной этой красоте, я восхищался умом и сердцем от неверазимой красоты Божьего рая, и, пребывая в нем, исполнялся веселье. Я видел там много садов с высокими деревьями. Они, колебивши своими ветвями, чрезвычайно услаждали изумение, и великая благоуханья развивалась от их ветвей. Одни из деревьев непрестанно цвели, а другие были украшены золотовидными листьями, иные были обременены различными плодами неизреченной красоты. Нельзя уподобить деревьев райских ни одному дереву земному, самому красивому, ибо Божия рука насадила их, а не человеческая. В этих садах было бесчисленное множество птиц. Одни из них имели крылья золотые, другие, подобно снегу, белые. Иные были спешены различными цветами. Сидя на витях райских деревьев, эти птицы пели так прекрасно и усладительно, что от приятного пения их я доходил до самозабвения, и мне казалось, что голос пения их был слышен на самой небесной высоте. Так послаждалось сердце мое. А те прекрасные сады стояли в удивительном порядке, подобно полку, стоявшему против полка. Когда же с весельем сердца ходили в этих райских садах, то увидел там великую реку, протекавшую среди садов и орошавшую их. По обеим сторонам реки росли виноградные лозы, которые украшены были золотыми мыстями и золотовидными плодами. С четырех сторон был тихий неблаголухающий ветер, длинновением койла колебались сады, а с отресением мыстей они производили дивный шелест. Потом напал на меня некоторый ижес. Представилось мне, что я стою выше твердя небесной, а какой-то юноша, одетый избозренився с лицом солнцеобразным, ходит окрест меня. Следя за ним, следуя за ним, я увидел великий и красивый крест, который видом был подобен радуге небесной. О кресте его стояли огнезрачные певцы, и пламя любовью ко кресту пели зимние присладку и песи, кое прославляли Господа распятого на кресте. Пламенно образный юноша, сопутствовавший мне, приступив ко кресту лабызал его, потом он взял знак мне, чтобы я лабызал крест. Мгновенно припавший к святому кресту, я лабызал его встрет этой великой радостью, как скоро я прикоснулся к нему устами, как присытился потоком неизреченной сладости духовной, и обонял гораздо больше благониками, нежели в райских садах. Оставя крест и посмотрев вниз, я увидел под собой как бы бездну морскую. мне казалось, что я ходил по воздуху, и, боявшись бездны, возгласил к руководителю моему, ужас объемлет меня при мысли упасть в эту лезву.